I have ways of blowing things off. У нас обнаружено ядро раз, обнаружено ядро два, куда мы пойдем в закатный путь или... Ну, давайте сюда полетим. Я вообще без понятия, насколько эта игра длинная, не длинная, что и как тут будет. Я лук не прокачал. Пары часто гуляли по закатному пути, но малец сюда не развлекаться пришел. Мне кристальчики нужны. Стоп, а тут? Вдруг откуда ни возьмись... О-о-о-о! Пол обваливается даже от легкой поступки. Любая испуганная брызга могла развалить тут все на части. Вот для чего мне магнит нужен-то был! Что ж, путь больше не открыт для посетителей. Сработала данная система. О-о-о-о! О-о-о! Выпусти меня! Я понял. Я понял. Нужно было охранную систему мочить. Видишь ли, путь предназначался для спокойных врагов. Не для шума и любячества. Переходы связывали путь воедино. Валим! Один из переходов перебросил мальца дальше. Здесь важно двигаться быстро и аккуратно. Я понимаю. Нашел подзорную трубу. Вроде тех, какими наблюдают за звездами. Катастрофа изменилась все. Даже то, куда дует... До свидания! Если мы и раньше управляли ветрами, сможем обускать их снова. Но вопрос в том... Кто еще мог забрать ядро? Что ж... Его взял не вынужден. Мусоротворц дал его пашню. Не повезло. Мучат мальца ядро уже не вернуть. Знаешь, что они перевозили боеприпасы вниз по пути. Он был не глуп, так что кидал их подальше от себя. Я какие-то кренки... Даже казовчанам нужен сон время. Они становятся неуправляемыми. До свидания! Очень вовремя как это пульсировался. Мальца терзал один и тот же вопрос. Очень неожиданно... Кто еще смог пережить катастрофу? Как их заставить атаковать друг другу? Вы чего? Итак, он не нашел ядро в этот раз. Но это не повод опускать руки. Я кристаллов себе нашел. Звезды. Так, подзорная труба. Мы всегда могли видеть звезды. Просто никогда не могли до них достать. Как бы высоко не строили. Наконец-то могу лук. Меньше... На четверть... Да, наверное, возьму на четверть и меньше нахи жителей. С хорошей крепкой тетевой этот лук стал как новенький. Отлично. Мне это сейчас засчитается за выполненное или нет? Да, это засчитали за выполненное. Тогда идем сюда... А, там испытания. Пойдем глянем. Для обучения легкой поступи и меткой стрельбе нет лучше места, чем тропа ловчих. Ловчим приходилось ступать осторожно, чтобы не свалиться вниз. Они обучались уничтожать цели, не уничтожая при этом пол. Всякий хороший ловчий знает, что не стоит зря шевелиться. Всякий хороший ловчий знает, что не стоит зря шевелиться. Это, кстати, сложно. Я уже много пропустил и еще больше пропускаю. Большинству ловчих не удавалось уйти без пары синяков. Да ну! Приличный ловчий не ушел бы с пустыми руками. Спасибо. Меня пожалели просто. Но это труднее, чем из тяжелого лука стрелять. Занятно, что такое хрупкое место, как тропа уцелела, в отличие от других. О! Быстрее перезарядка! Да! Да не, я пожалуй выберу перезарядку. Оказывается, эти старые кости еще сохранили в себе искру. И он меня сейчас не выбрал. Хорошо. Хорошо. Все. Поехали тогда... Сюда. Дядро. Раньше в плавильный котел было проникнуть труднее, чем содрать шкуру с брызги. Из всех растений, переживших катастрофу, ему попался пыряйник. Раны от их шипов болят, как разбитое сердце. Он понял, что если здесь есть ядро, оно где-то глубже. А хочу ли я их всех... О, спасибо. О, срубал каждый пыряйник, как будто за это давались призы. Что-то мерзкое я подобрал. Это для прокачки, опять же, чего-то, наверное. Да, дорога-то не начала строиться. Что это я? На фонтан тут нету? Блин, на фонтан тут нету. Ядро заперто в одной из этих чудных клеток. Если это поле битвы, то я, наверное, поразбиваю все это. Да, так попроще будет. Выглядит как бонусы. Ну, потому я туда и пошел. Так. Такую клетку не сломать, но малец попытался. Надо найти способ ее открыть. Угу. Часть разбросанного вокруг хлама явно опасна. Он нажимает переключатель. Что же может пойти не так? Да, сейчас что-то заспавнится, вот что. Как оказалось, многое. Клетка начинает очень медленно подниматься. К мальцу остается ждать. Начинает сыпаться груз. О, красиво. Не все брызги рождаются плохими. Некоторые защищают мальца. Судя по движению клетки, это займет некоторое время. Музыка. 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 Муска属 шел. Музыка. О Spartosi. Н remainder дв учения не утроют. Кольку-как. Клинки-как. Катя-дởра. Суcus. Класс! Класс! Красс. Трасс! Брит何. Прести грузик. Анат. Музыка! Плыски атакуют каждого, кто приблизится к ядру. И тут появился груз с бесплатными образцами. Все не так плохо. Молец нашел чутка специй с родины. Даже без налогов. Одно ясно точно. Эта клетка очень тяжелая. Это явно непростое положение. Отвали от меня. Еще несколько мгновений и ядро на свободе. 10, 9, 8, 7. Плюс и плюс несколько секунд. Наконец, ядро в пределах досягаемости. И готово. Неплохо. Получил его. Осталось добраться до баржи. Фух. Я до сих пор помню выражение его лица после этого. Теперь мы козню построим. Со старым миром покончено. Но новый мир только начинается. Ну, в смысле оружие, но я не пользуюсь. Бастион. Мирное место. Но мы можем постоять за себя, если придется. Зеркальный щит. Ручная граната. Мина сюрприз. Приманка брызг. Две еще не открыты, да? Так. Я не хочу. А, он использует тоники. У-у-у, я понял. У-у-у. Ну, наверное, пока что минус сюрприз мне нравится. Хотя. Приманка тоже была хорошая. Давайте пока минус сюрприз оставим. Так. Боевую мачету. Легкий клыкомет. Может мне молот вернуть? Хотя, не знаю. Я сейчас мачету прокачал. Он довольно хорошо. Почему новая? Не новая. Лук сплетника и боевая мачета. Все нормально. Мина сюрприз. Лук и мачете. Ничем не хуже современного оружия. А что бы оно было хуже? Вот, что-то мерзкое. Для получения легкого клыкомета. Ага, это второй уровень на клыкомет. Плюс 50 к урону. Это у нас что было? 55 зарядки, плюс 50 к урону. Не, давайте вот это. Теперь эти клыки будут пронзать цель как масло. Может я даже на него и перейду. Посмотрим. Ну, древние специи. Люди плавали по бескрайнему морю, пока не открыли Цейлондию. Поначалу там хорошо жилось. Так, ядро, да? Поехали еще сюда, посмотрим. Мертвецы радушно встретили его. Лисячие сады. Все-таки катастрофа забрала всех. Малец повсюду видит неподвижные лица. Он не особо рад видеть. Не в таком виде. Эти люди не знали, что надвигается катастрофа. Но кто-то знал. И он недалеко. Наверное, я не буду пока что людей трогать. Ну, кроме техника. Это был кто-то подобный ему. О, а ты кто такой? Малец удивился, увидев его там, воплоти. Споткнулся раз или два, пытаясь добраться до него. Он не останавливался вопреки всему. У него много вопросов, в конце концов. Просто нет времени для ответов. Мы не зря потратили. Громовые братья не выжили. Они так и не узнали, что происходило за стенами. Но ради птичник не вышел. О, яблочки поели. Мне вон туда надо. Джоссаны не выжили. Грейди старший, Грейди младший не выжили. Но он... Он уцелел. Малец находит доказательство, что этот человек не местный. Только представь, из этого человека нас здесь не обморкнуло. Но мы здесь. Ядро тоже уцелело. Я его заберу. А потом... Что сказать человеку, пережившему столь многое? Блин, не надо потом. Малец не представляет. Но говорит это. Идем со мной. Пожалуйста. Я его пристрелить собирался. Этот человек настоящий джентльмен. Его зовут Зулф. Не скрывает, что он из народа Ура. Подобные ему редко появлялись в Цейландии. Он был рад увидеть живое лицо. Тем более два. Малец и я представились ему. Ему и друг другу. В первый раз. Может, тогда не Малец? Символ Ура. Мы боролись с Ура десятилетия назад. Но это было тогда. Сейчас между нами все иначе. Он родился в терминалах Тазала. Ура послали его с мирной миссией в наш город. И он жил здесь с тех пор. Зулф предложил помочь проложить для Мальца курс по аэротрассе. Катастрофа хотя бы не погасила звезды, сказал он. Для Зулфа Цейландия была вторым домом. Но и первый, что на Востоке. Его сильно волновал. Третьего уровня у меня еще нет. Тут мне делать нечего в кузне. Мне, наверное, делать нечего. Это вооружение тоже. Малец еще не все сделал здесь. Точно, точно, точно. Спасибо. Ядра. Они помнят. Вот почему это место собирается из кусков. Вот почему все будет в порядке. А что я могу тут построить? Смотрим, что у нас здесь. Давайте по очереди. Мемориал. Тут Малец отдает дань памяти старому миру. И получает свое в новом. Постройте мемориал в бастионе. Покажите виртуозное владение цельским молотом. За один интернер нанесите, а не другой 71 с урона. А, это типа ачивки? И нету ачивки. За это еще и награды дают. 13 тысяч фрагментов найти. 15 раз подряд без промахов. Ой, это сложно будет. А, погоди. Прощание. Всего лишь один из моих набросков. Ничего более. Ясно. Отмеченные из них можно забирать. Словами не выразить случившегося. Но они все, что у меня есть. Мы нашли еще несколько ядер на окраине города. Тут испытания. Испытания покажут. Подождите. Ядро. Ядро. Пифия. Сад Пифия. Нет смысла молиться богам в наши дни. Да и времени на это нет. Сад Пифия. Это место тупик во всех смыслах. Так, в две стороны можно пойти. Люди совершали паломничество сюда, чтобы почтить быка Пифия. Но боги давно ушли отсюда. Да и ядра сада здесь уже давно нет. Похоже, Пифий неважный хранит. Это я заберу. Боги не заботятся о безделушках. Но молец-то не бог. Плюшевый Пифий. Интересно. Пацаны ему будут разбивать. У нас опять же почти третий уровень. Может, мы его и добьем, кстати. Когда-то Пифий что-то значил. Что-то важное. Со временем, правда, Бэк перестал быть символом и превратился в украшение. Он даже не смог спасти своих верующих. Я же не хотел людей разбивать. Из Пифия хотя бы вышла отличная пугала. Блин, оно ожило! Секачи, вот, пятнадцать раз без промаха выполнили. Так что это будет? Вызов богам или молитва им? Нет бонусов, нет бонусов. Пифий. Внимание, не другие станут сильнее. Станут быстрее двигаться и атаковать. Бдительный бык. Нет бонусов и нет... А зачем мне это тогда? Мальцу не нужна милость таких, как Пифий. Но если боги выжили, они должны бессердеться. Я пока не понимаю... Кушку святилища. Лопать пузырей без участия богов не самое лёгкое занятие. Надо меньше лицом снаряда хавать. Надо меньше лицом снаряда хавать. Вез это тоже живой будет нет она сюда идет я думал что он сюда не может идти давай в размер все могло пойти еще хуже если вы молиться сквернил святилище кстати да ну же почти уровень Малец не нашел ядро, но отыскал Зулфу драгоценное святилище. А, сюда я не пойду уже. То есть это был выбор? Теперь мы можем построить собственное святилище. Но есть и другие предложения. Дайте сначала соберу. Сикачи. Рука правосудия. Они выглядели неудержимыми. Зулф отвергает это. Бог беспорядка, это не детская игрушка. Ура боялись богов, а мы их превратили в игрушки. Украшали их ликами свои стены. Мне засчитали это? Да, засчитали. Получается испытание, испытание, испытание. Пойдем туда уже в следующий раз. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек и всем пакета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok